Всем привет! С вами Андрей Санар и сегодня я покажу уникальное плавсредство от Тайм Триала. Такого вы еще не видели. Оно не легенькое. Я его сюда тащил сам и к нему еще целый мешок аксессуаров тащил. Это было непросто, но я справился. Ну что ж, не будем тянуть, давайте смотреть, что это такое. Находится оно вот в такой сумочке, в рюкзачке. Размер 90 на 50 на 35. Весит 24 килограмма. Та-дам! Что же это такое? Вот такие чудеса! Ну, моя любимая китайская турбинка пока пусть трудится. А вот тут юные рыбаки ловят рыбу. Что-нибудь поймали уже? Ну, тут хороший шанс щуку поймать. Дратуйте! Дратуйте! Здрасте! Колесных дел мастера! О, какой улов! О, какой улов! Бросай ты суп, бери удочку! Килограмм простановлены тиражки. Та-дам! А вот и плавсредство. Выглядит как настоящий белый катер. Ну что, мне уже страшно. Как на него туда заходить, я не знаю. Никогда на сапах не ходил. Тут зрители собрались на все это смотреть, как я в воду полечу. Ага, ага. Давай! О! 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 Вот это я понимаю. Кормой вперед, быстрее байдарки идет. Ну что, друзья, такого шикарного хода на парных веслах я вообще ни на одной грибной лодке не видел. Он несется просто как метеор. Ни одна, ни пела, ни какая жестокорпусная. Вот со скоростью и с легкостью хода под веслами не сравнится. Короче, я просто под впечатлением. Такого не может быть. Но оно есть. Здоровая, удобнейшая платформа. Быстроходная. Которая по инерции идет так, что не остановить. Дэн, хочешь прокатиться? Нет. Прокатиться хочешь? И проходи туда за меня. Слушай, она такая плоская. Вот, возьми. О, стульчик, да. Королевский стульчик. Трон. Ну, по центру его поставь. Королевский стульчик. Трон. Ну, по центру. Из-за острова нас режень. Ну, простор речной волны. Вот ручки надо, да, точно. Вот все. Я уже подумал. Нужны ручки, чтобы... Чтобы бас катать. Да. А так сидеть-то хорошо, да? Не хватает кальянчика и мангальчика. Ну, мангальчик тут стремновато. Да ладно. Так, ну что ж, друзья. Вот мы сидим тут вдвоем. Давайте померяем, с какой скоростью эта штука поедет. Весла, конечно, сюда лучше еще подлиннее. Ну, вообще, блядь, 6 км в час вообще без напряга. 6,4, блядь. Офигеть. Офигеть. Давай, 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 давай. Ого. Я тебя вместо мотора буду брать. 7. Офигеть. Мне кажется, весла маловатые. Весла маловатые, да. Бельбеков еще сантиметров на 30 длиннее. Тут крейсерская уже под 7 была. Двумя пальчиками. Так, вот двумя пальчиками. Сейчас посмотрим, какая у нас скорость. Ну, блин, вот весло кривое. Ну, ладно. Да, идешь ты кривенько. 4 км в час. 5 км в час двумя пальчиками. 5 км в час. Сейчас я тебе его так еще поставлю, чтобы видно было. Ты туда переводи тоже иногда камеру. Видишь? На камеру, на циферке. А вот сейчас чуть-чуть подключаем спину и выходим на крейсерскую скорость. 6,4. Упал. Ну, шикарно идет. В общем, надо брать. Да, видишь? Ага. Ооо. Сидит. На десятку. Щука. Давай ее, давай. Чувствую, ты ее сейчас вытащишь. Давай, давай, давай. Ооо. Есть. Оо, блин. Какая, блин. Какая устойчивость. Какая устойчивость. Слушай, вообще шоколадная. Так, собственно, эта штука планируется как раз для того, что вот гид, вот я сижу там, где сидит гид, вывозит продвинутого рыбака на водоем, чтобы продвинутый рыбак с помощью гида в абсолютном комфорте половил рыбу. Это для тех водоемов, где на моторе нельзя. А на какой-нибудь там деревянной лодке или на стеклопластиковую пельне не солидно. А вот это такое солидное плавсредство. Что, тоже покататься хочешь? А у меня еще один стульчик есть. Можно устроить пати, блин, со стульчиками. Ну, он чем-то похож. У него форма такая сбоку, смотрится. Да, блин. Вот так, друзья, это не простой САП, а САП с возможностью поставить небольшой моторчик. Сейчас стоит Ямаха 2. Транец пока хлипкий, экспериментальный, поэтому разгоняться до полного газа не буду. Однако скорость надо померить. Вот так, друзья мои, 13,6 км в час. Это если пересесть чуть-чуть вперед и, например, использовать удлинитель румпеля. Очень достойная скорость для Ямашки-двойки. Такой нет волна? Не-а, не переклестнуло. А волна была такая хорошая. Просто доска толстая. Это 15-сантиметровая доска. Не 10-ти, не 8-ми, как обычные САПы, а 15-сантиметровая. Давайте я расскажу, что это за плавсредство. А то я так все сумбурно вокруг да около начал. И сейчас уже пора рассказать об этом плавсредстве подробно. Что это такое и для чего это? Это рыболовный САП. Для российского рынка это точно абсолютно новая концепция. За границей вроде что-то подобное было, но не вот такой степени. Это уже, как говорится, квинтэссенция всех рыболовных САПов. Для чего такая лодка нужна? Во-первых, для тех, кто уже устал от обычных надувных лодок. Кому нужен красивый, какой-то необычный, эстетичный вид. Во-вторых, это прежде всего для того, чтобы ловить стоя. САП обеспечивает исключительную остойчивость из-за того, что он плоский и широкий. Ширина его шире, чем любого другого САПа. Позволяет ловить стоя, в отличие от, например, байдарок, покрафтов и более узких лодок, где сложно ловить методом твичинга, опустив вершинку спиннинга вниз. Здесь же никаких проблем. Можно все облавливать. Еще очень интересный момент. То, что можно использовать очень-очень удобные складные кресла. И, скорее всего, когда вот этот весь комплект будет продаваться, к нему будет еще в комплект включено очень-очень удобное с подлокотниками кресло. И это кресло можно будет под любым ракурсом ставить. Под удобным. Например, там под 45 градусов, чтобы удобно можно было кидать. Здесь спереди находится банка, которая является также еще одним из элементов каркаса этого надувного. С этой банки очень удобно грести парными веслами. Скорость, как вы уже видели, для грибного плавсредства очень-очень большая. А вот сейчас я хочу применить интересную вещь под названием стояночный шверт. Это тоже наше ноу-хау. Если этих шверта будет два, сейчас пока у меня выпилен только один, то вот такого вот бортового смещения не будет. Я специально сейчас раскачиваю лодку, чтобы она уехала из-под меня. Но она из-под меня теперь не уезжает, потому что этот боковой шверт не дает лодке сдвинуться вбок. Очень интересное применение этой лодки в коммерческом плане. Сейчас процветает такая услуга, как рыбалка с гидом. Когда на каком-то катере гид, профессиональный рыболов, вывозит рыболова-любителя фактически на рыбу. И рыболов-любитель практически гарантированно ловит такую рыбу, которую он вряд ли бы поймал сам по себе. Гид и обучает, гид и ставит плавсредство на рыбу. Однако у нас очень много озер, где запрещены любые плавсредства моторные. Брать какую-то обычную надувнушку и грести на веслах – это не солидно. Брать на базе какую-то стеклопластиковую пеллу – это тоже не солидно. Потому что для оказания такого рода услуг надо, чтобы все это было достаточно в представительском качестве, даже если это грибной вариантик. А вот такая вещь, она и выглядит дорого, и очень необычная, и вряд ли она как-то может насмешить человека, потому что все это очень круто. К тому же гид вместе с клиентом может спокойно приехать к любому озеру, привезя вот это плавсредство в виде рулончика в багажнике машины. Сейчас был только первый выход, уже стемнело, и я, пожалуй, пойду домой. Но я, честно говоря, впечатлен. Я ожидал от этой концепции меньшего, но действительность превзошла все мои ожидания. Этот САП прекрасно идет под веслами, прекрасно идет под маленьким моторчиком. Даже вот этот мой полусамодельный транец отлично держится, выдерживает такого рода небольшой моторчик. В общем, одни сплошные плюсы. Ну, один минус здесь точно будет, потому что аэрдек, материал из которого сделан САП, он стоит как крыло Боинга, поэтому дешевым это плавсредство не будет. Но оно и выглядит на миллион, как говорится. Скоро про этот САП будет отдельный большой обзор уже на серьезном водоеме. Я хочу попасть в нормальную волну. В принципе, по расчетам волна ему не страшна. Даже если какая-то волна перехлестнет через нос, она просто скатится с плоской поверхности палубы, потому что палуба... Тут нет замкнутого объема. Тут вся вода, которая попадет, просто сразу же уйдет. А технические характеристики его таковы. Длина 4,5 метра. Ширина 1,30 метра. Таких вы САПов широких, наверное, еще не видели. Толщина самой доски 15 сантиметров. Вес САПа с сидушками, ну, не считая вот этого кресла и не считая весел. 24 килограмма. В принципе, я это все в рюкзаке тащил. И моторчик еще в руке тащил. Проблем никаких не было. Грузоподъемность расчетная вот по такой площади, наверное, килограммов 400. Все, репортаж закончен. С вами был Андрей Санар. Всем пока. Пойду разбирать его. Продолжение следует.